Условия, по-моему, даже частым лицам не продают предприятия. Вот здесь нужно понимать, что можно купить на нашем рынке машины, но такие же посольства, но в лучшем, лучше приспособленными для наших условий. 232-1559, телефон в студии, Олег у нас на связи, здравствуйте. Сорвался звонок, 232-1559, код Москвы 495, на связи, Алексей, здравствуйте. Алло, здравствуйте, вы меня слышите? Здравствуйте. Я хотел сказать, у меня, я всегда так почитал, о российские отечественные машины. У меня был первый москвич, у меня были жигули разные, там четверки другие. Ну, марш у меня был. Но я бы хотел сказать о самой лучшей российской машине, которая всегда молчит, это автомобиль АК. На этой оперативности я съездил с 99-го года, купил машину и проехал около 100 тысяч километров. Это самый прекрасный, я считаю, российский автомобиль. Расход топлива у него был меньше 5-ти литров, скорость у него была 140 километров, если отрегулировать двигатель. Прекрасная машина, на нем чувствует себя вообще, очень хорошо управляется, ездит по бездорожью, по снегу, где угодно, то есть нормально ехала. Единственное, что на дороге с ней не считаются, стараются ее все притирать и переживать. Сейчас они еще ходят где-то у нас на дорогах, значит, наши и лупы.